На сцене были ровные доски посередине. С боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья. Позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье сидела особа на низкой скамеечке, который был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера. И к ней подошел мужчина, в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах с пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она, потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами рук у девицы в белом платье, очевидно, выжидая опять такт, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина, на сцене которые изображали влюбленных, стали улыбаясь и разводя руками, кланяться. После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку. Она видела только крашеные картоны из странно наряженных мужчин и женщин при ярком свете, странно двигавшихся, говоривших и певших. Она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно, фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней. Но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть это так надобно», – думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая с тихой и спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый толпою согретый воздух. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она, что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно без связи мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть туарию, которую пела актриса. То ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидящего старичка, то перегнуться колен и защекотать ее.